Привет всем, вы на канале Пульс Земли. Ежедневный обзор событий и катаклизмов на Земле. Итак, события за 18 сентября. Поехали. Циклон Борис добрался до Италии, затопив знаменитый город в центре страны. Пожарные в Пескаре говорят, что получили более 200 вызовов после того, как проливные дожди вызвали наводнения, по улицам неслись потоки воды, снося автомобили. Движение транспорта было сильно ограничено. Южный итальянский регион Обруццо в настоящее время находится под желтым погодным предупреждением. Итальянская метеорологическая служба ранее предупредила о проливных дождях, сильном ветре и сильных штормах. Национальная служба гражданской защиты также объявила желтый уровень тревоги почти для 50 регионов. Пустынные виды Краснодарского водохранилища. Водохранилище высохло настолько, что теперь по его дну катаются квадроциклы. Уровень Краснодарского водохранилища остается достаточно низким, 25,75 метра, при норме 32,75 метра. Напомним, показатели ниже 25,85 метра считаются мертвым объемом, таким, при котором невозможно нормальная эксплуатация водохранилища. В этом году аномальная засуха, начавшаяся в июле, значительно сократила объем воды в водоеме. В сети опубликовано видео, на котором большая часть водоема похожа на бескрайнюю пустыню, покрытую трещинами. В Марокко гигантский град повредил автомобили и сельскохозяйственные культуры. Стихия налетела на город Ифран, расположенный в центральной части Марокко. В социальных сетях местные жители публикуют фотографии последствий непогоды. Размеры градин достигали 6 см в диаметре. Совсем недавно страна пережила масштабные наводнения, люди еще не успели отойти от этого бедствия, как сегодня стихия решила преподнести сюрприз. Последний раз крупный град таких размеров был отмечен в 2020 году. В Новороссийске местные жители смогли наблюдать 4 водяных смерча. Представьте себе такое количество в один день. Откуда такая активность? На некоторых фото даже удалось запечатлеть смерч вместе с радугой. Очень красивое явление. От буйства непогоды последствий не наблюдалось. Смерчи берега не достигли. Это польский город Строне-Сленске в Нижнеселесском воеводстве, который пострадал от прорыва дамбы. Он полностью был затоплен причем с высотой паводка несколько метров. Как отметили власти, это было сильнейшее наводнение с 1997 года. Эти кадры опубликовали местные жители. Они действительно ужасны. Многие дома получили такие повреждения, что в них уже не смогут вернуться их хозяева. Более 1600 жителей региона были вовремя эвакуированы. Наводнение захлестнули и юг Италии. Пострадал город Солерно, входящий в одноименную провинцию. Ливневые осадки вызвали локальные наводнения и оползни. Сильные дожди также вызвали разбухание местных рек. Видео последствий непогоды активно делятся местные жители. В некоторых районах потоки воды были настолько сильными, что сносили автомобили. Сильнее всего пострадал район Амальфи, уровень паводка достигал 1 метра. Синоптики прогнозируют новые осадки уже завтра, с объемом до 100 мм. В таянии ямальских ледников увидели угрозу для всего человечества. Ледники на Ямале продолжают таять. А это может вызывать изменения климата, огромные цунами и воскрешение древних болезней. Также в этой многолетней мерзлоте сокрыто изрядное количество парниковых газов, которые способны спровоцировать глобальное потепление. Обнажаются множество могильников. Могут вылезти всякие побежденные болезни и даже новые, никому неизвестные вирусы. Ледники удерживают уровень воды в мировых океанах. А при деградации ледовых масс возможно усиление волн и даже цунами. В Китае наблюдался бум торнадо. По информации СМИ, в провинциях Шаньдун и Цзинсу были замечены как минимум шесть торнадо, которые удалось запечатлеть на камеры. Два из них были довольно крупного размера. После их прохождения были отмечены разрушения инфраструктуры. В нескольких районах пропал свет, были повреждены дома, повалены деревья. Самое главное, что жертв и пострадавших от буйства стихии не отмечено. На данный момент проводится оценка нанесенных повреждений. В Португалии на склонах холмов в городе Парада-де-Эштер был замечен вот такой вот пылевой смерч. Кружлял он уже на обгоревшей территории от лесных пожаров, которые на данный момент уничтожают растительность в Португалии. Последствий от прохождения смерчи не отмечено. На автодороге Бешкек-Ош на перевале Тоо-Ашу выпал снег. По данным ведомства, коммунальные службы проводят работы по очистке дороги от снега и подсыпке солено-песчаной смесью. В настоящее время замечается ухудшение погоды. Затруднено движение автотранспорта. Сильные дожди, начавшиеся вчера вечером и продолжившиеся сегодня утром в турецком городе Артвине, негативно повлияли на жизнь. Сразу в нескольких районах были отмечены локальные наводнения, сход оползней и обрушение национальных дорог. В районе Архави обрушилась дорога, на данный момент она закрыта для движения транспорта. Моменты обрушения участка асфальтированной дороги в Архависком районе Артвина были запечатлены на камеру мобильного телефона. Также за сутки в городе сошло более пяти оползней, которые блокировали несколько дорог. Один из самых активных вулканов в мире, Килауэ, снова извергается в отдаленной части национального парка на Гавайях. Вулкан начал извергаться во вторник вечером в районе национального парка гавайских вулканов, который закрыт для публики. По данным обсерватории, активность вулкана усилилась в среду утром, однако непосредственной угрозы домам или инфраструктуре нет. Извержение сопровождается мощными потоками лавы, выбросом на большую высоту расплавленных камней и вредных газов. Это видеокадры практически полностью затопленного чешского города-острова, который пострадал от прорыва дамбы. Район Ново-Весх был полностью разрушен, дома в северной части зачастую затоплены по самую крышу. Лучше ситуация в южной части города, которую удалось защитить благодаря паводковым дамбам, даже ценой того, что пожарные с понедельника перекачивают воду из южной части в северную. Вот такой вот ужас теперь царит в этом городе. С первого взгляда и не скажешь, что это склоны вулкана Чамбараса в Эквадоре, больше похоже на прогулку по облакам. Пожары продолжают охватывать район Альбергарии в Португалии, где задействовано 457 пожарных, 144 транспортных средства и 29 самолетов для борьбы с огнем. Власти прилагают все усилия, чтобы контролировать распространение огня и минимизировать ущерб для пострадавших общин. Португалия столкнулась с беспрецедентной серией пожаров, которые охватили значительные территории страны. Национальное управление по чрезвычайным ситуациям и гражданской защите подтвердило гибель трех пожарных, что увеличило общее число жертв до 7. В Каменск-Шахтинском из-за сильного порыва ветра упавшее дерево чуть не убило ученика возле ростовской школы 15. Он чудом не пострадал, весь удар на себя приняла машина, ветки дерева не задели ученика. А вот машине, в которой на момент падения находились два человека, сильно досталось. От удара авто так помяло, что люди не могли выбраться. Пришлось ждать спасателей. В Столинском районе Брестской области Белоруссии вновь вспыхнул крупный лесной пожар, который потребовал немедленного вмешательства спасательных служб. МЧС оперативно отреагировала на происшествие, задействовав воздушные средства для борьбы с огнем. В частности, для тушения пожара с воздуха были направлены два вертолета. В районе Сан-Рафаэль-Чемапа, который находится в муниципалитете Наукальпан, штат Мехико, произошло серьезное стихийное бедствие, вызванное сильными проливными дождями. В результате интенсивных осадков произошли наводнения и оползень, что привело к значительным разрушениям. Наводнение нанесло ущерб множеству домов и построек, разрушив инфраструктуру и оставив местных жителей без света. Некоторые дома оказались частично затоплены, аналогичная ситуация и на улицах города. По информации СМИ, ливневые осадки продолжатся еще и завтра. Правительство Бразилии запросило помощь в тушении пожаров Амазонии. Власти Бразилии отправили 44 тысячи военнослужащих для борьбы с природными пожарами, но опасаются, что этого недостаточно. Правительство Бразилии обратилось за помощью к нескольким американским странам для борьбы с лесными пожарами, охватившими север страны. Президент подписал указ, позволяющий армии участвовать в тушении огня. Пожары в лесах Амазонии продолжаются уже несколько недель, их площадь увеличилась на 82% по сравнению с 2018 годом. В этом году в Бразилии произошло более 78 тысяч лесных пожаров, это наихудшее положение с 2013 года. Сочетание приливов, сильного дождя и штормов вызвало явление больших волн, которые обрушились на прибрежную зону Пенанга, особенно в районе пляжа Берсих в Малайзии. В результате пострадала кольцевая дорога Батерворта, обрушился пол ресторана, а также пострадали и другие магазины. Власти предупредили общественность не приближаться к пляжной зоне из-за очень плохой погоды и высоких волн. Жертв и пострадавших от непогоды не отмечено. Предлагаю отвлечься на минутку позитива. Знакомьтесь, хохлатый суслик – удивительное животное с гигантским хвостом, который достигает 130% длины его тела. Для сравнения, хвост белки составляет всего около 80% длины тела, хотя тоже кажется внушительным. Хохлатый суслик принадлежит к семейству беличьих и обитает на острове Борнея. Удивительный хвост служит не только для поддержания баланса при прыжках, но и для защиты от хищников, что делает его важным элементом выживания. За последние сутки на Земле произошло 128 землетрясений с магнитудой равной двум или более. Землетрясения с магнитудой равной четырем или более произошли в 25 странах, в каких именно, вы можете посмотреть на своих экранах. Спасибо за просмотр выпуска и за внимание. Спасибо за вашу поддержку и активность. До завтра.